В эфире специальный выпуск программы «Время новостей». Меня зовут Евгений Стоков. Здравствуйте. Глава Республики Владимир Уйба выпустил обращение к жителям региона. Смотрите его прямо сейчас. Добрый день. В напутственном условии сказал о том, что этот месяц надо провести максимально, взяв все от инструкторов, потому что действительно все сегодня по частичной мобилизации это люди, которые служили срочно, но тем не менее уже годы прошли, конечно, кое-что подзабылось, поэтому за этот месяц надо максимально стать снова в строй в полном смысле этого слова. Потому что вы видите, уважаемые жители республики, что на территории Киевской, особенно Украины, идет массированная, без разбору мобилизация. Люди забирают с улиц, собирают с заправок, отовсюду. И, конечно, их готовят. Готовят, понятно, что американские инструктора, инструктора НАТО. Поэтому нашим ребятам нужно точно так же быть профессионально очень подготовленными. Но при этом мы понимаем прекрасно, что сегодня все-таки победа и правда за нами. Поскольку мы сегодня воюем уже на своей территории, воюем за свой народ, за людей, которые практически единогласно попросили вернуться в Россию, приняли Россию. Поэтому у наших ребят сегодня абсолютная уверенность, и я это когда с ними перед отправкой общаюсь, у них спокойное, твердое понимание того, что они идут на правое дело. А кто идет на правое дело, кто идет за правду, тот всегда победит. Еще раз объяснил ребятам по всем вопросам, то, что они оставляют и по кредитам, и по ипотекам. Буквально на той неделе, 7 октября, вышли несколько законов, я о них вчера говорил. Поэтому все, у кого есть вопросы, то остаются здесь, матери, жены. Горячая линия наша работает, поэтому все вопросы абсолютно уже с учетом вышедших законов задавайте. Если у кого-то где-то ребят уволили, не сохранили рабочее место, или кто-то в банке отказал в заморозке на месяц, оговоренный в законе кредита, ставки по кредиту, значит, немедленно обращайтесь на горячую линию, мы по каждому вопросу будем принимать жесткое решение, уже с учетом действующего законодательства. Уважаемые сети республики, на сегодня это вся информация, всего вам самого доброго, берегите друг друга, ждем наших ребят с победой, с Табурса. Это был специальный выпуск программы «Время новостей», всего хорошего и до встречи в эфире.